Трудовой день Екатерины Гулидовой начинается ни свет, ни заря. В кабинете врач общей практики уже в 7.30. Здесь же и помощник, и медсестра. Все в безопасной экипировке. Защитные костюмы, экраны, маски и перчатки. На утренней пятиминутке обсуждается вчерашний день и фронт работы на сегодня. На часах в 8.00. Начинается прием пациентов. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Присаживайтесь. Фамилия своей, скажите, пожалуйста. Измерить температуру, послушать дыхание, узнать, что беспокоит. Исходя из услышанного, специалист выписывает лекарства и направления на анализы. Этот сезон, признается медик, в ее карьере самый сложный. Поток людей увеличился аж в два раза. За смену на приеме до 50 человек. Плюс посещение на дому. К слову, стаж доктора 4 года за плечами Витебский медуниверситет. Конечно, нагрузка на врачей сейчас большая. И хочется, чтобы люди понимали это и относились с пониманием и к врачам, и к медицинским всем работникам. И помогали по мере своей возможности. То есть, использовали маски, обрабатывали руки антисептиками. И поменьше контактировали с пациентами, которые уже находятся на больничных листах и болеют. Поликлиники города уже больше полугода работают в особых условиях. Для людей с повышенной температурой предусмотрены отдельные входы. Созданы ковидные группы, появились и дополнительные телефонные линии. Дабы миновать регистратуру и ограничить поход инфицированных учреждений здравоохранения. Врачи тоже под охраной. Все работники полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. Тем не менее, ситуация остается тяжелой, констатируют медики. Заболеваемость растет. Это ваше лечение. Рецепт на препарат. Поправляйтесь, пожалуйста. Не болейте. Повторный осмотр через 3-4 дня. 14.00. Прием окончен. Екатерина Гулидова готовится к выезду. Тем временем специалисты колл-центра обзванивают пациентов. Татьяна Викторовна, к вам сегодня подъедет доктор. Ожидайте, пожалуйста. Хорошо? Домофон работает? Все хорошо, да? Да, конечно. Все. Не болейте. До свидания. Перед отправлением в путь медики меняют экипировку. В бригаде два человека. Врач и медсестра. В дороге еще раз проверяется документация, оговаривается план действий. Первый адрес на сегодня – проспект Строителей, 60. Поликлиника. Список, по которому работает бригада, составляет санстанция. За смену медики объезжают свыше полусотни адресов. Кстати, по новому приказу Минздрава врачи вправе принимать решение брать мазок на коронавирус или нет. Это касается контактов первого уровня. И дальше уже согласовываем с ним дни изоляции по приказу, назначаем лечение и рассказываем, как он должен вести себя на изоляции. Если это пациент с коронавирусной инфекцией, алгоритм действий такой же. Плюс еще обследование и сроки карантина. Повозвращается бригада в поликлинику только после того, как проверит последнего пациента. Иногда 8, а бывает и еще позже. Впрочем, на улице та же картина, как и утром. Заполнив документацию, медики наконец снимают с себя всю экипировку. И только теперь можно идти домой. Доктор Гулидова признается, сейчас приходится работать на износ. Выходные пациентов тоже никто не бросает. На дежурстве врач и ковидные группы. Как ни странно, главные помощники специалистов сегодня – это сами люди. Формула здоровья простая. Соблюдение всех профилактических правил равняется победе над вирусом. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.